Понимаете, если человек совершает аскезы в знании, допустим, то ему в следующей жизни дается энергия разума. Каждая национальность, она имеет свою какую-то энергию определенную, понимаете, которая связана с его судьбой. Еврейская национальность, она дается тем людям, которые посвящают себя знанию. То есть энергия разума у них очень сильно присутствует. Когда приезжаешь в Тель-Авив, там написано в аэропорту, не выпендривайся, здесь все евреи. Знаете, я заметил, у меня тоже есть еврейские крови, я заметил, что хохлы на самом деле это страшно, намного сильнее, чем евреи. У меня в команде есть несколько украинцев, я только руками развожу. Когда они начинают что-то делать, я только руками развожу. Гораздо круче. Согласна. И знаете, они еще в чем гораздо круче? Евреи всех ругают, а как хохло, все хвалят постоянно. Хотя тоже так же очень люди такие знают, как все себе подгрызти, с какой стороны. Они тоже хорошие. Карму красоты? А вы видели хоть раз одну женщину, которая стала красивой после классического хирурга? Нет, ну. А вы видели или нет? Кто видел женщину, которая стала красивой после пластического хирурга? Поднимите руку. Не на фотографии, не на фотографии, а живьем. Кто видел? Вам повезло. Я просто, у меня есть одна женщина знакомая, пластический хирург. Она говорит, что из 15 женщин только одна становится красивой, остальные становятся уродами. Почему? Потому что Бога не обманешь. Знаете, что такое красота женская? Это проявление любви, энергии любви. Вот чем больше у женщины энергии любви, тем больше она на лице скапливается. Бывает так, что женщина, вот лицо, вот ничего красивого нет вообще. Нос длинный там, губы тонкие там, еще что-нибудь. Ну, то есть, вообще, ну, нет, как бы, внешних приз. Если нарисовать, как бы, схематично, то просто убежишь и помрешь от страха. А человек сияет красотой, женщина. Почему? Потому что Бог дал. Вот на любое женское лицо можно такую красоту наложить, что все попадают вокруг. Почему? Потому что Бог дает и все. Почему он дает? Потому что женщина может всех любить. И вот эта энергия любви, это и есть красота. Красота, это что такое? Энергия любви. Это самая привлекательная вещь в этом мире. Энергия любви. А? Старость съест красоту только тех женщин, которые не умеют любить. Тех женщин, которые наслаждались красотой, они становятся старыми и злыми. Но те женщины, которые любили всю жизнь, старость не съедает их красоту. Она остается в глазах, в лице. Она остается. Есть женщины в возрасте очень красивые. Но их красота имеет более тонкую, чистую природу. Она трансформируется, становится еще лучше, еще красивее. Потому что такая красота настоящая. Такие люди, они настоящие. У них нет фальши. Видите, как трудно жабу душить. Так трудно ее душить. И она портит жизнь. Потому что жаба потом начинает распространяться и на евреев, и на масонов, и на украинцев. На всех. Страшное дело вообще. И жить становится очень тяжело, невыносимо. Ведь бывает так, что человек не может заснуть из-за Абрамовича. Не может заснуть даже. Или еще из-за кого-нибудь. Что, только один Абрамович, что ли? Столько богатых людей в этом мире. Столько успешных людей в этом мире. Столько красивых людей в этом мире. Столько талантливых людей это в мире. Надо их любить, этих людей. Зачем злиться на них? Какой смысл? У нас сегодня будет сюрприз небольшой в конце лекции. Будет небольшая культурная программа. Знаете, я вам одну вещь скажу. Победите жабу в своем сердце. Потому что вот это видение вот этих всех вещей, оно на самом деле очень иллюзорно. Если взять в жизнь любого богатого человека, который живет для себя. Ведь вот представьте теперь богатого человека, который очень много делает для других. Все свои деньги отдает на то, чтобы все были счастливы. Скажите честно, вы ему завидовать будете, нет? Кто будет ему завидовать? Он все отдает. Он все отдает. Как вы ему будете завидовать? Вы не знаете, я вам скажу. Как же его звали, этого царя? Веды приводят случай такой. Царь один удивительный. Он прославился в веках. Да, пожалуй, Соломон. Но я его истории не знаю. Но тоже как бы из этой оперы. Я сейчас вам расскажу про этого царя. Вот не к сожалению. В ведах описано, просто индийские имена мне трудно запоминать. Ну то есть, он в чем заключается его подвиг? Он постился. Он совершал пост. И во время поста он постился очень долго. По-моему, он постился год. Он постился очень долго. То есть, и во время поста этот царь, как бы, он... Но у него было такое, этого царя было такое правило. Он служил своим гражданам настолько сильно, что ему ничего не жалко для них было. Вообще ничего просто. И он постился, и его высшие силы полубоги решили проверить. Когда ему надо было выходить из поста, он поставил перед собой воду. Обычно выходит водой из поста. И в его дверь, ну то есть, в его, как бы, царство, к нему постучались. И как бы, ну как-то к нему зашел человек, просто рабочий, и попросил воды. Он ему отдал эту воду. Потом при нему принесли покушать. То есть, он сам себе должен был приготовить. И съесть, сколько приготовил. Он приготовил себе еду, и опять приходили люди, и все, короче, у него съели. Ничего он не съел вообще. То есть, он должен был выйти из поста. Год постился человек. Он не вышел из поста. Ну, ничего, он думал, завтра выйду на следующий день. Как бы, время благоприятное выхода из поста кончилось, он будет думать, выходить завтра буду из поста. Но это еще не все. История на этом не заканчивается. Неожиданно в форточку, это все делали высшие силы, неожиданно в форточку его влетел голубь. И прямо на санскрите сказал ему, спаси меня от того орла. Такое бывает иногда. Ну, то есть, этот голубь реально попросил помощи. То есть, он как бы необычная птица, он понял. И он говорит, хорошо, оставься в моей комнате. Залетел орел и говорит, здесь голубь, это моя пища, я хочу есть. Я тоже в твоем царстве нахожусь, дай мне поесть. Он говорит, я защищаю, это гражданин моего царства, я не могу отдать его и тебе есть. Иди ищи себе пищу в другом месте. Он попросил у меня защиты. Он говорит, это моя пища, я должен по судьбе съесть этого голубя. И знаете, что этот царь сделал? Он ему отдал столько мяса из своего тела, сколько весил этот голубь. Это реальный факт. Описано даже время, когда это произошло. Он взял просто, отрубал куски мяса и клал на весы. И потом, когда он это сделал, то полубоги, которые его благословляли, спустились, вернули ему тело, нормально ему восстановили все и дали ему свои благословения. Это описано в истории, что это такие вот люди были, удивительные. Ну, то есть, есть такие личности, просто их мало, но они есть. Есть такие люди, которые подвиг совершают своим благочестием. Но вы абсолютно правы. И поэтому нечему завидовать. Поэтому нечему завидовать, что деньги – это такая сила, которая рушит человеческую жизнь. Рушит человеческую жизнь. Понимаете? Она делает человека жадным. И он не может с этой жадностью ничего сделать. Потому что жадность – это огромная сила. Чем больше денег, тем больше, как бы, эта сила жадности в сердце появляется. И человек не может их использовать по назначению. Отдавать их не может. Потому что он получает эту болезнь в своем сердце. Жадность. В прошлой жизни вы были очень богатым человеком. Понимаете? Очень богатым человеком. А в этой жизни вы не использовали так богатство по назначению. Потому что богатство – это сила, которая портит характер. В этой жизни вы не можете быть богатым по судьбе. Но у вас есть желание сильное, потому что оно осталось в прошлой жизни. Вам надо победить в себе это. Потому что это болезнь. Она разрушает жизнь. Понимаете? Богатство – это страшная, вообще страшная сила. Страшная вещь. Нельзя с ней связаться. Человек не должен желать себе больше средств, чем ему нужно для жизни. Потому что это разрушит его судьбу. Кому завидовать-то? Кому завидовать человек, который деньги, который предназначен ему для того, чтобы здесь сделать счастливыми, покупает на эти деньги яхту и наслаждается этими деньгами? Он роет себе на самом деле яму в следующей жизни. Он разрушает свою судьбу. В чем источник зависти заключается? Что вы хотите того же самого, что ли? Вы хотите, чтобы вам чего-то дали и потом это использовать так, чтобы потом попасть в ад? Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, госпожа. Вы ошибаетесь, что за деньги можно купить здоровье. Это я им как врач говорю. Когда у человека есть деньги, он идет лечиться не туда, потому что крыша у него едет. Он идет лечиться туда, где круче, дороже, больше гарантии. Это означает обман. Потому что там никакого здоровья нет, к вашему сведению. Там есть только один обман. Бедному сердце подскажет, куда идти лечиться. Если он честный человек, он молится, у него сердце сильное, он найдет себе самого лучшего врача. Потому что настоящий врач всегда делает все с сердцем. Понятно вам или нет? Да. Что нет? В Латвии вы не видели? Кто видел в Латвии настоящего врача? Смотрите, вот люди видели. Они сердцем лечат. Вы видели таких людей? Заботится о человеке, помогает. Не важно, сколько ты ему денег дашь, он просто тебя лечит. Поднимите руку, кто видел таких врачей. Вот запишите этих людей, подойдите к ним. А теперь у меня вопрос к вам. Не улыбайтесь теперь. Вы со мной спорить начали. Будем сражаться дальше. А теперь вы ответьте на мой вопрос. А почему вы-то такого человека не увидели? Вот в чем проблема. Подумайте об этом. Хорошо. Хорошо, если у вас плохая карма, слушайте лекцию дальше, значит. Что у меня хорошая карма. Буду рассказывать. Хорошо? Не спорьте. Давайте будем слушать. Потому что это важно. Важно понять, как есть на самом деле. Я могу, в принципе, и поспорить с вами, но в этом нет смысла. Это не помогает лекцию читать. Давайте лучше будем слушать, изучать, как есть на самом деле. Деньги дают свободу. Это факт. И рабство. Они дают свободу сильным людям и рабство слабым. Моего духовного учителя много денег. Он святой человек. Он отреченный личный, совершенно отреченный. Я это проверял. У меня, знаете, психика так работает. Я все проверяю. У нас был духовный фестиваль. Я собирал пожертвования своему духовному учителю. Собирал, собирал, собирал пожертвования. Он не спросил ни разу у меня, сколько я собрал. Я думаю, ну, наверное, напоследок-то все-таки посчитает. Я ему деньги отдал. Он мне сказал, положи туда, отдай моему слуге, которым он ехал. Все. Не считал, не смотрел. Ему глубоко плевать, сколько там денег. Бог дал, сколько, столько и будет. Этот человек не использует для себя ничего. Вот что Бог дает, то он и живет на этом. У него столько денег. Он построил на эти деньги огромный храм на том месте, где он родился. В деревне в простой. И дал сельским жителям огромные возможности поклоняться Богу. Порядка двухсот соседних деревень люди приезжают в это место, чтобы служить Богу. Там просто такая местность, что нет рядом больших городов. И люди не знают, куда поедут. И вот он построил для них храм. И там сейчас поклоняется, там городок целый духовный возник от этого. Деньги ему жертвуют. Он не зарабатывает их. Я ему сейчас одну историю расскажу. Смешную. Я как-то ехал в Екатеринбург лекции читать. И в Перми, когда я остановился на поезде, неожиданно в вагон зашел один человек. Вернее, мы встретились с ним на подножке. Он специально пришел к вагону для того, чтобы дать мне большую сумму денег. Он подошел ко мне и начал мне давать эти деньги. А я отказывался. Говорит, нет, я не возьму. Ты сам лучше испоришься. Зачем я буду брать эти деньги у тебя? И так мы стояли с ним, спорили. И вагоновожатая, она смотрела и говорит, слушай, дай деньги мне. Я не откажусь. Она очень искренне сказала. Это было последним аргументом. Он положил деньги в карман. Пошел. Он расстроился, что она ему помешала. Очень хороший человек. Я уверен, что он найдет, куда эти деньги использовать. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Почему? Потому что есть разные ситуации в жизни. Вот веды объясняют, что если человек отреченный, он должен принимать. А если человек семейный, он сам определяет для себя, когда он принимает для себя деньги. Например, я для себя определил, что в таких-то ситуациях жизни я могу принять деньги для себя. В остальных всех ситуациях я их отдаю. Поэтому все пожертвования, которые каким-то образом до меня доходят, я использую на духовные программы, которые у меня там происходят. Вот допустим, допустим, когда я уезжал из вашего города в прошлый раз. Сейчас несколько человек из вас должны будут придушить жабу. Когда я уезжал из вашего города в прошлый раз, один очень хороший человек, которого я очень люблю, дал мне тысячу долларов пожертвований. И сказал, используй, как считаешь нужным. Я знал точно, что я эти деньги отдам на духовные программы. Я отдал на Ирведа радио. У нас есть программа такая, которая на пожертвованиях живет. Мы ни рекламу там не делаем. Я на эту программу отдал деньги. Теперь душите жабу. Те, кто подумал о том, почему мне не дали. Зависть всегда может возникнуть в любой момент. Ее надо уничтожать. Это сила, разрушающая жизнь. Понимаете или нет? Поймите это, пожалуйста. И не думайте, что когда человек отдает деньги, это значит, что у него их слишком много. Не всегда. Бывает по-разному. Я не думаю, что я живу с точки зрения личной жизни богаче, чем многие из вас. Я думаю, что я живу скромнее, чем многие из вас. Например, иногда сотрудники заставляют меня покупать ботинки, чтобы на лекциях нормально выглядеть. Или пытаются сами мне купить. Но мне такая жизнь больше не нравится, чем ходить по магазинам и лупить глаза на всю мебель, обувь, которая там в магазинах есть. Мне лучше нравится, чтобы мне с любовью кто-то даст. Пускай я буду ходить в рваном. Понимаете? Лучше такая жизнь, чем постоянно слюни будут течь на то, что у тебя не хватает денег. Чем больше ты будешь ныть об этом, тем меньше тебе Бог их даст. Потому что в этой жизни все зависит только от той личности, которая дает. А эта личность знает, кому давать, а кому нет. Станьте таким человеком, который достоин того, чтобы ему давали. И тогда, когда вам Господь будет давать деньги, вы увидите, что это такая ерунда. Не стоит ради нее вообще жить. Не стоит. Не стоит, господа. Не мучайтесь, я вам правду говорю. Потому что они разрушают жизнь человека. Любовь дороже стоит, чем деньги. А деньги разрушают любовь. Поэтому лучше жить для любви. И тогда Господь будет обеспечивать всем необходимое. Это описывается в священных писаниях. В Бхагавадгите говорится, что если человек посвящает свою жизнь служению высшей истине, то эта высшая истина будет гарантировать ему полную заботу. Полную заботу. Никаких вариантов не будет, чтобы не было забот. Я это проверил на своей жизни. Когда я был в Индии, я приехал туда, чтобы лечить паломников, которые туда приезжали в святом месте. Ну, людей, которые посвятили себя духовной жизни. Я их лечил бесплатно всех. И они жертвовали сколько могли. Я потратил, помню, как сейчас помню, 15 тысяч долларов на то, чтобы их лечить. Я пролечил где-то 800 человек за 8-9 месяцев. Мне пожертвовали где-то 500 долларов или 600. Ну, так вот. Потому что не было у людей денег особо. Они сколько жертвовали, столько могли. А лечение по-разному надо было проводить. Но я хотел, вот у меня было такое служение Богу. Я хотел так жить. И у меня была группа людей, примерно, у нас было сколько там, 5 или 6 человек. То есть, которые мне помогали. Учились у меня, помогали мне. И наступил такой момент, что у нас вот на завтрашний день не остается денег, чтобы вообще что-то приготовить, какую-то пищу. Ноль. Просто ноль. Мы покупаем на последние деньги пищу, и ничего не остается. Я вам говорю правду сейчас. Они все такие раз, они в шоке. То есть, они смотрят на меня. А как дальше жить? У нас нет денег. Я посмотрел на них и говорю. Вы что, думаете, Бога нет? Вы ошибаетесь. Они не поняли мой ответ, как бы. И просто в шоке все. Попали в шок. В состоянии шока все. Потому что нет денег завтра в чужой стране. Не, нечего есть. Как поедем домой? Просто в шоке все. Что было дальше, я вам сейчас расскажу. В этот день долго ждать не пришлось. Приходит человек, говорит, вам письмо. Я открываю конверт. Там лежит 80 долларов. И письмо. Пожалуйста, поставьте мне диагноз по интернету. И дайте мне возможность, советы, как мне вылечиться. У меня такая-то болезнь. Человек пишет из другой страны, как он обо мне узнал. Я вообще не знаю. На английском языке. Я просто лечил людей. Кто-то там кому-то сказал. Ну что так, Бог как-то организовал. 80 долларов в конверт положил. Ну, нам какое-то время хватило. Опять та же самая ситуация повторяется. Последний день. Деньги кончаются. Опять ко мне подходят ребята и говорят. Денег-то нет. Что будем делать? Я говорю, не волнуйтесь. Все будет как было. По старой схеме. Они говорят, что опять в конверте принесут. Я говорю, я не знаю. Я был твердо убежден тогда. Верил в Бога. Ждать долго не пришлось. В этот же день приходит человек с конвертом из другой страны. Конверт пришел из другой страны, из другого места совершенно. И там было 60 долларов. И точно такое же письмо. Помогите там, туда-сюда сделали. Мы сделали, помогли. Потом прожили мы на эти 60 долларов. Ко мне мои помощники подходят и говорят. Ну хорошо, мы тебе везде помогали. Ездили, служили, заботились. У нас сомнения. Что теперь? Всегда будем на конвертах жить, что ли? А вдруг они не придут? Я подошел к алтарю, смотрю, говорю, что будем на конвертах жить или как? Что делать-то будем? Мне вопрос вполне конкретный задали. Теперь я вам рассказываю, что было дальше. Нам надо было скоро уже ехать, лекции дальше читать. Ко мне заходит один человек. Очень богатый человек. Ну то есть у нас один духовный учитель с ним. И он заходит, сел, покушал с нами вместе. Все вышли, ребята, когда. Он говорит мне. Я слышал, что у тебя какие-то проблемы финансовые. Я говорю, да никаких проблем. Бог помогает, вот денег не отдает. Рассказал ему вот так, говорю, вот так. Ну честно сказал, как есть. Он вытаскивает вот такую пачку долларовых. 100 долларов, купюр, вот такую пачку. И кладет, смотрит мне прямо в глаза. И говорит мне. Не отказывайся. Это не для тебя. А для твоего служения Богу. Мне этих денег хватило и на то, чтобы билеты всем купить. И на то, чтобы дожить до этого времени. И на то, чтобы организовать следующие лекции. На все хватило. Ну так вот, притык. Ну такая ситуация. Вот говорю вам честно, как было. Просто поймите, что Бог контролирует все в этой жизни. У тех, кто хочет ему служить. А кто думает только о своей жабе, которая квакает и квакает внутри. Квакает и квакает. Он всегда будет страдать. Потому что это и есть то испытание, которое Бог послал. Есть настоящие врачи. Есть настоящие святые. Есть настоящие мудрецы в этом мире. Просто не все их видят. Потому что не всех Бог их показывает. Вот в этом заключается проблема нашей судьбы. Есть настоящие мужья. Настоящие жены. И настоящие дети. И даже в Латвии есть нормальная работа. Не для всех, правда. Что? Наше время закончилось, видишь, сожалею. Пожалуйста, поймите мои лекции правильно. Я никого не хотел ругать здесь. Я просто хочу вам помочь. Ну, тем, кто вот, допустим, чувствует, что это есть у него в жизни. Не надо, есть смысл, бороться с этим со всеми. Надо побеждать эти силы в себе. Потому что я точно так же, как вы, нуждаюсь. Точно так же, как вы, нуждаюсь в том, что жаба есть в моем сердце. Я могу доказать, если бы меня не было, я вот эту женщину бы не ругал. Нет, надо бороться с жабой. Душить ее надо. Да, иногда человек должен сражаться и снаружи выполнять свой долг. Но речь не об этом. Речь о том, что когда человек уничтожает жабу в своем сердце, он становится счастливым сам и делает счастливым других. Это так просто. Взять ее, придушить. Потому что она на самом деле не поможет. Вот в чем дело. Не поможет. И она является проявлением иллюзии. Но потому что несчастлив он, этот человек. Несчастлив. Завидовать нечему. Это просто внешнее проявление, настоящая красота, настоящая чистота, настоящая любовь, настоящее богатство человека. Они все имеют тонкую, чистую, незаметную природу. Когда человек по-настоящему любит, это не видно никому. Только близким людям видно. Когда человек по-настоящему богат, он не показывает свое богатство никому. Но понимаете, когда человек чем-то выпендриваться, и на самом деле чем выпендриваться-то, чем? Все это пройдет через несколько лет. Все заканчивается, понимаете? Все заканчивается. Жизнь очень коротка. Куда ты потом, он куда эту яхту? С собой возьмет? С собой возьмет яхту, нет? Вряд ли. Что, у вас есть сомнения какие-то? Яхта останется здесь, а он в тонком теле пойдет в следующую жизнь. И все долги, которые он не сделал, те деньги, которые ему были даны, они были даны не просто так. Они были даны для того, чтобы он что-то с ними делал для людей. Потому что для него, для его жизни уже было достаточно с самого начала. У него хватало на жизнь. Но Бог дал больше зачем? Чтобы делать что-то для людей. А дальше что? А дальше следующая жизнь какая? Которая будет являться наказанием. И не надо радоваться. Те, кто завидовали, сейчас возрадовались. Не надо радоваться. Ведь человек страдает. Человек будет страдать за то, что происходит с ним. Сергий Радонежскому пришел царь. И сказал, пожалуйста, ты наш учитель всей Руси. Живи при дворце. И Сергий Радонежский сказал, я этого не унесу. Ну зачем мне такая жизнь? Зачем ты меня проклинаешь? Зачем мне такая ужасная жизнь в этом дворце? Я здесь так хорошо живу. В лесу. С любимыми людьми. У меня такая хорошая жизнь. Зачем ты меня проклинаешь? Если ты хочешь советы получать, я тебе и отсюда могу их давать. Если ты хочешь, чтобы я за тебя помолился, я за тебя и здесь помолюсь. И так и было. Ведь всю битву выиграли только из-за молитвы Сергия Радонежского. Он и день, и ночь молился. И когда победа произошла, он заснул в этот момент. Понимаете, он просто победил своей духовной силой. И все. Но этот человек был очень счастливым. Он сколько там, 10 или 12 раз увидел Богородицу в своей жизни. Это огромное счастье. Он увидел энергию счастья, воплощенную энергию любви. Ну и что? Чего вы не завидуете Сергию Радонежскому? Пожалуйста, начните завидовать Сергию Радонежскому. Я вас прошу. Очень хорошо. Я так счастлив. Завидуйте, пожалуйста, Сергию Радонежскому. Поставьте изображение его в своем доме. И завидуйте ему сколько хотите. И эта зависть очистит всю вашу жизнь. Потому что зависть означает, что вы хотите быть таким же. Все, этого достаточно. Больше ничего для жизни не следует. И надо поклоняться его стопам, чтобы быть таким же, как он. Поклоняться. И энергия его будет переходить к вам. С каждым поклоном вы будете получать порцию Сергия Радонежского. И в следующей жизни вы станете Сергия Радонежская. Я так буду счастлив. Я серьезно вам говорю абсолютно. Я не вообще... Это не шутка. Это правда. Это правда.